На совещании обсудили благоустройство дворовой территории у домов 74 и 75 на улице Инициативная. Рядом с ними возводится высотка в 25 этажей. На пятачке между домами состройщик планирует разместить детскую и спортивную площадки. Жители подобная планировку не устраивает категорически. Высказаны предложения и замечания, которые должна учесть уже в новом проекте группа компании ПИК. Сейчас они обсуждаются с жителями, имеются в виду непосредственно на месте. Те предложения, которые были высказаны жителями, они удовлетворены. Я думаю, что этот вопрос уже будет принять в проекте. Что касается строительства поликлинического отделения на территории нового микрорайона, то, по словам представителей городского управления строительства, осталось докомплектовать здание необходимой аппаратурой и мебелью. По комплектации по детской вчера или позавчера привезли последний душевой зал, кабину душевую. Сейчас там монтируют. Ну и по комплектации у нас осталось только по скорой рации должны подвезти. И там два кресла для детальных рентгенов. Вот, собственно, вся комплектация практически завершена у нас. На совещании обсудили проблему, которую уже не первый год волнуют жителей микрорайона Красная Горка. Это протекающая крыша в детском саду номер 63. По словам Владимира Кулика, на этой неделе в учреждении будет работать специальная комиссия, которая выявит причины протечек кровли. Делаем вырубку на крыше. Смотрим, что там действительно такое находится, почему все это безобразие. И тут же заделываем все с материалами, уже все выходим. Посмотрим, что потому что на улице жарко, течет. На совещании также обсудили вопросы, связанные со строительством дорог и созданием дополнительных парковочных мест в микрорайоне. Алексей Адамов, Андрей Пустанов, Люберецкое районное телевидение.